Всем привет, ребята. Для начала немного вступления, так что если кто не хочет слушать, на минуту вы проматываете где-то вперед. А хотелось бы сказать о том, что еще лет, наверное, 5-6, блуждая на автофорумах, можно было встретить такое мнение, что карбюраторные автомобили уже все проживали свой век, уходят в прошлое. Но сейчас мы открываем любой из сайтов, даже официальных представителей и смотрим цены на машины, уже не все так радужно, как было еще эти 5-6 лет назад. Ну и люди, которые об этом кричали, о том, что все, эпоха ушла, сегодня уже их я практически не вижу, ни на автофорумах, ни в реальной жизни. Так что, ребята, вот как мы ездили на старых автомобилях, которые нам служат верой и правдой, в основном для работы, конечно, так и будем продолжать ездить их ремонтировать. Так, ну все, вступление закончилось. И сегодня хотелось бы рассказать о карбюраторе немножко, да, показать в каком это все виде после зимы. Сегодня я осматриваю первый раз за 4, наверное, где-то месяца. Вот, как видите, все я здесь сливал трубку. Мне надо было сейчас сфотографировать это, чтобы не забыть потом, как подсоединять сливал тасол, потому что зимы бывают довольно суровые. В этом году до минус 42-43, насколько я помню, опускалось. Здесь у нас все в ине. Вот зимой я не езжу на машине. Все вот так вот у нас подмерзает. Так что даже страшно сюда было залезать. Вот, сегодня буду снимать карбюратор. Открутим на 13 болтиком вот эти вот 4 гайки. С одной они стороны и с другой. Вот, потом будет произведен демонтаж карбюратора. Как видите, вот эти вот патрубки, которые идут, все их нужно будет снимать, демонтировать. Вот, вот эту все мелочевку. Здесь как бы все это легко снимается. Вот, и хочу вам показать сегодня. Вот, купил вот такой вот ремкомплект для карбюратора. Пришел он мне, я его заказывал, кстати, ждал довольно долго. Вот, здесь есть, по большому счету, все, что нужно. Начиная от различных прокладок, которые мне нужны в первую очередь, потому что где-то за 3 года я никакие прокладки тут не менял. И заканчивая там сеточками разными и жиклёрами. Вот, наверное, поменяю все, кроме жиклёров. Их не хочу трогать. Так, вот такая вот канитель, ребята. Потому что карбюратор у меня стало плохо заводиться на горячую, на холодную вроде более-менее, когда все подкачаешь. И в этом году я буду записывать попозже немножко ролики, когда потеплеет. Сейчас все еще довольно холодно. Минус 10 сегодня. Это минус 10 днем, хочу сказать. Это по нашим меркам уже все. Оттепель. Так что вот начинается небольшой тут ремонт автомобиля. Вот, в этом году постараюсь вам показать, как буду делать обратку от карбюратора. Обратку буду делать капитальную, сразу в бак. Вот, потому что летом в жару поднимается у нас иногда до 40-45 градусов. Это только температура воздуха. У меня несколько раз в этом году кипел бензин. Тем более, когда ездишь по горам, по лесу, там по болотам всяким. Вот, газулька работает не так, как по трассе. Я думаю, с этим вот как раз было связано с закипанием. Работает, как он называется-то, бензонсос вроде хорошо. И поэтому, я думаю, скапливается много бензина, который не успевает охлаждаться. И вот такая вот канитель. Но еще какие в этом году работы будут проведены перед началом сезона. Это замена некоторых патрубков. Так, что-то еще я хотел. Ну, вот, замена крышек, которые я снимал, охлаждающие наши системы, там расширительного бачка, который идет на радиатор. И посмотрим, что будем еще делать, постараясь вам выкладывать интересные ролики. Так что спасибо, ребята, кто досмотрел до конца. Можете вот посмотреть, вот в каком состоянии, на чем мы сейчас ездим, если кто давно не видел таких автомобилей. Но я вам скажу, за пределом МКАДа, этих машин очень-очень много. Я вижу их каждый день десятками. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok